около 90 даже 90 с лишним процентов населения внушаемы и гипнабельны то есть не гипнабельных людей меньше чем гипнабельных это надо понимать почему я об этом говорю потому что лелеять мысли что ну а ну как бы ну это как вот все умирает а я не умру да то есть на всех повоздействует на меня не смогут вот не надо эти люди иллюзии испытывать нужно понимать что работу ведут очень грамотные подготовленные люди знающие человеческую психологию и если какие-то незнакомцы в соцсетях ну в нашем городе это меньше распространено но даже бывает и в оффлайне до знакомства такие навязывают то прежде чем вот так бездумно доверять нужно очень хорошо прислушиваться приглядываться к этому человеку есть определенные признаки как ведут себя люди там прям несколько этапов вот этой вот вербовки что в секты что в террористические организации это примерно одна и та же схема по которой действуют люди в первый этап незнакомый человек либо в соцсетях либо где-то оффлайн до знак входит в контакт знакомиться человеком это может быть как подросток это может быть так и взрослый человек но прежде чем это делать сначала человека изучают смотрят и собирает о нем информацию до соцсетях это очень просто сделать да можно посмотреть там что он постит да какие фотографии выкладывают чем он интересуется и по соцсетям очень хорошо можно понять вообще что за человек перед тобой одинокий человек человек неуверенный человек который стремится какой-то своей исключительности там неформал и прочее человек который очень интересуется политическими новостями и вот такие моменты да и то есть уже представляя с кем вербовщик такой так называемый имеет дело да он уже ищет определенный подход к нему предлагается помощь предлагается помощь но не знаю там могут предложить но мама болеет поможем там в лечении мамы да ну то есть вот прям такие вот конкретные вещи предлагаются и якобы такой добрый незнакомец ну просто хочет подружиться ночью как бы дружба это хорошо вроде бы вот но это же с определенной целью лишь не просто так и вот такое очень как бы усиленный интерес к вам да усиленное желание дружить общаться какая-то такая вот усиленная симпатия должна насторожить что еще делать какой прием используют вербовщики ну это прям вот психологический прием то есть человек что-то рассказывает они очень хорошие слушатели в том числе да человек что-то рассказывает и потом вербовщик все обобщает и в сжатом виде чуть-чуть переформулируя ну так скажем прям прием психологический отзеркаливает тот кого вербуют да у него создается ощущение что понимает лучше него самого и когда примерно его его же словами возвращают сказанные им у него возникает доверие к тому что этот человек говорит вот так вот потихонечку потихонечку вот этого доверия выстраивается грамотно психологически грамотно то есть это прямо применяются приемы хотя со стороны может показаться что ну мы просто мило беседуем общаемся но просто нас симпатии дружба и все такое вот дальше что происходит человеку рассказывают как можно решить его проблему да ну вот помочь там кому-то кто болеет да или если одинокий там познакомиться и там на этом создать отношения да если человек там хочет как-то нестандартно себя проявить как-то необычно да тоже предлагается возможность это сделать и так вот ненавязчиво рассказывать что вот кто-то но вот кому-то также вот я помог и вот теперь человек доволен и так далее пока еще нет речь о том какие действия нужно совершить дальше ведется прям так такое внушение такая обработка очень серьезная каким образом и о чем-то человека настраивают против общества что кругом какие-то глупые люди дебилы злые неправильные и так далее и вообще ну вот на подростков особенно это сильно влияет да а что ты что ты сделал вообще для того чтобы изменить общество ведется давление там на чувство вины вот это вот несправедливость что нужно что-то для этого мира сделать важное да что нужно восстановить справедливость ну вот такие это такая идеологическая обработка много могут говорить о религии о том что вот но бог с нами там это все с божьей помощью вот такое как бы как сказать меняются вообще смыслы и ценности людей детей и подростков которые внушаем они на сто процентов внушаем их в первую очередь и достаточно легко вот таким образом обработать потом идет предложение что-то сделать да что-то сделать когда уже человек на крючке когда он уже в сообществе который его понимает которые доброжелательно к нему относятся в то время как у него там может быть не было друзей вот он нашел свою стаю это все очень красиво так преподносится да теперь что-то сделать и предложение резко уехать куда-то допустим да совершенно неожиданно для родных и близких ну чтобы не успели сориентироваться на встречу с каким-то лидером или там устроить на работу допустим да предлагают вот таким образом но это уже это уже прям совсем человека втянули и все и потом очень сложно бывает выбраться из этого поэтому на самом первом этапе на начальном этапе очень внимательно относиться ко всяким разным незнакомцам и онлайн и оффлайн и задавать критически быть настроенным нужно и задавать вопросы а для чего мы вы мне это рассказываете а с какой целью вы мне это предлагаете что вы там от меня хотите не нужно грубости не нужно никаких таких вот резких до движений вежливо спокойно прояснять да и нет отказываться мне не нужно нет не интересно блокировать если человек навязчив они бывают навязчивы да и все это останавливать вот ну а что касается опять же подростков да есть определенные критерии по которым родители могут определить что происходит вот такая вот обработка и вербовка да но во первых подростковый возраст он сам по себе такой когда дети бунтуют против родителей да это процесс отделения идет сепарация это всегда идет через отрицание мировоззрение ценности родителей да через выстраивание каких-то там своих ценностей поиск их до поиск смыслов своих вот и на этой основе очень легко внушить что до родители плохие а мы то вот хорошие мы тебя понимаем тут мы не будем там навязывать тебе то что родители навязывать нас вообще новое у нас вот светлая идея и так далее и вот на это конечно дети подростки очень реагируют очень говоря сленгом ведутся вот поэтому обращать внимание если вдруг резко изменились привычки ребенка подростка да если он начал отзываться о мире а социуме как каких-то глупых злых людях до говорить что мир несовершенен идея что надо исправить нужно бороться за справедливость восстанавливать да вот такие вещи если он там вдруг резко стал вести здоровый образ жизни изменилось там питание да там вегетарианцем допустим стал это все тоже очень влияет если нарушился режим если он допустим ночью не спит днем тоже нет возможности что учеба да а мы понимаем да что вот эта депривация сна это тоже предпосылки к того чтобы повысить внушаемость за этим тоже нужно следить и очень внимательно все это к этому относиться одежда изменяется до круг общения изменяется замкнутость появилась денег требуется больше ну вот такие вот моменты но в целом если говорить да если контакт с ребенком есть то он все равно поделится да если контакта нет ну это печальная история и тут надо просто понимать что даже на этапе сепарации когда ребенок отделяется в подростковом возрасте все равно особенно важно контакт с ребенком сохранять не пускать на самотек не злиться на него не обижаться ну и сам тогда как хочешь ли сама да а все равно это наша задача родителей до поддерживать этот контакт сохранять насколько это возможно ну и все-таки быть в курсе того с кем дружит куда общается с кем обкуда ну ходит да с кем общается с кем переписывается ребенок какие посещает сайты и там группы в соцсетях но обязательно это должно быть на доверии то есть такая вот слежка без того чтобы ребенок понимал что за ним следят родители это недопустимые вещи как в отношении взрослый-врослый также в отношениях взрослый ребенок то есть сказать что я буду периодически просматривать мне нужно быть в курсе с кем ты общаешься где ты там в интернете бываешь вести беседы объяснять ситуацию в мире чтобы дети и подростки понимали что происходит как их могут использовать рассказывать также и о вербовке рассказывать о том что все эти вот механизмы рассказать и самим быть в курсе но то есть информация знание здесь очень важно делаем делаем Bayern а Pedra Б Żiv Б Б Р Б Б Продолжение следует...